Вспомнить о тех, чьи жизни унесли автоаварии, задуматься о своем поведении на дороге призывают госавтоинспектор. В преддверии Всемирного дня памяти жертв дорожно-транспортных происшествий сотрудники полиции стали донорами. О благотворительности людей в погонах расскажет Яна Федорищева. По одному полицейскому на 5 квадратных метров областного центра переливания крови. И это не проверка и не спецоперация, а традиция. Раз в год сотрудники ГИБДД начинают рабочий день в донорском кресле. Они, как никто, знают цену жизни на дороге. Воочию видят последствия ДТП. Большинство из них – доноры со стажем. Ирек Закиров кровь сдает уже в 19-й раз. Сегодня, как, впрочем, и всегда, пришел по зову сердца. Это важность для людей, потому что мы обладаем помощь гражданам. С нуждающимися. Кто-то может, кто-то лежит сейчас в больнице и нуждается в моей крови. И все необходимости для людей. Мне показывают, что, может, моя кровь спасет чью-то жизнь. Для того, чтобы стать донором, при себе достаточно иметь паспорт, пройти регистрацию, заполнить анкету и получить заключение терапевта. Процедура сдачи крови занимает не более 7 минут. Но именно эти минуты могут спасти чью-то жизнь. Сотрудникам госавтоинспекции по долгу службы чаще всего становятся свидетелями событий, в которых донорская кровь является единственной возможностью для сохранения жизни и здоровья человека. Мы надеемся, что сегодня такой важный компонент, как кровь, получат те люди, которые в этом срочно нуждаются. В период пандемии количество доноров сократилось практически вдвое. Людей, которые уже перенесли инфекцию, чуть меньше 19 тысяч человек, ежедневно выздоравливает около 300 пациентов. А это значит, что потенциальных доноров становится все больше. Сдать кровь можно спустя два месяца после выздоровления. Дефицит всегда есть. Это резус отрицательные группы крови, самым способом, разумеется, это скоти, редкие группы крови. Но в любом случае мы всегда справляемся, у нас всегда есть запасы, мы всегда помогаем тем, кто в этом нуждается. С начала 2020 года в дорожно-транспортных происшествиях погибли 109 человек, больше 1200 получили ранения. Акция по сдаче крови в память жертв ДТП продлится до конца недели. Двери областной станции переливания будут открыты и в субботу, 14 ноября. Яна Федорищева, Денис Миронов, Вести, Ульяновск.